Всем привет, дорогие друзья! Думаю, что пришло время немножко модернизировать формат Ежи Новостей, потому что о футболе хочется говорить сразу после финального свистка, а не спустя неделю, когда уже все мысли поутихли. Возможно, к пятничным выпускам Ежи Новостей мы вернемся в межсезонье, когда сторонних новостей будет гораздо больше, а вот матчей сильно не хватать. Так что сегодня мы в основном будем говорить именно о футболе. Ну, а в концовке я еще коснусь темы годового отчета Локомотива, потому что это важный документ, и он подтверждает много из тех вещей, о которых я говорил ранее. А я люблю оказываться правым, когда все вокруг несут какой-то бред, будто умных мыслей нет. Напомню в начале ролика про то, что стоит подписаться на канал и поставить лайк, если видос понравился, и вы хотите больше вот такого вот формата. А в описании вы найдете много полезных ссылочек. Итак, после челчка по носу от Зенита, прервавшим четырехматчевую победную серию, Локомотив поехал на выезд в Оренбург. Выезд тяжелейший. До нас Оренбург на своем поле проиграл лишь раз, крыльем совета в самом первом туре. Домашнее поле Оренбурга довольно необычно для РПЛ. Это единственный искусственный газон в лиге. И, в частности, именно им объяснял потерю очков Ростовом Валерий Карпин. Дескать, первый тайм мы привыкали, а вот уже во втором начали играть. Я думаю, что здесь, на этом поле, по-моему, все команды практически все проваливают первый тайм. У Локомотива уже при Галактионове были приключения на искусственном газоне, поэтому опасения матч вызывал вдвойне. Помните, как в Жигулевск на матч с Акроном мы поехали без ряда футболистов, включая Дзюбу, и вполне по делу отлетели. Не только потому, что на поле вышел Дмитрий Баринов, а еще и потому, что мы действительно не были лучше команды ФНЛ. А еще я с некоторым опасением смотрел на опыт Урала, у которого была 14-матчевая, кажется, беспроигрышная серия. Но после того, как они проиграли Динамо, они проиграли еще три матча подряд. Нам-то это, конечно, на руку. В случае добычи очков в Оренбурге, Локомотив обгонял Урал в турнирной таблице и занимал 10-е место. Не бог весь что, но после 14-го места любой шаг в сторону от зоны вылета очень приятен. И тем не менее, опасения, что победы в первых четырех матчах были лишь с течением обстоятельств, никуда у меня не уходили. Ахмад мог накидать авоську, имея на двух игроков больше. Краснодар вообще вел 2-0 после первого тайма. Вот и первый серьезный соперник, Зенит, сразу вскрыл все наши болевые точки. Дзюбозависимость, неопытность Пеняева, очень ненадежную линию обороны, очень слабый правый фланг атаки, на который, мы, кажется, попробовали вообще всех, кто может там сыграть, и все провалились. Оренбург же, наоборот, играет весной очень вдохновенно и круто, и мы видим, что это не Сычевой, Писарский тащил их, а вполне себе наоборот, потому что Оренбург продолжает забивать много, а вот Писарский что-то в крыльях совсем не блещет. И это большая проблема для Локомотива. Я как-то привык думать, что в лиге есть только Зенит и Краснодар, у которых техничные быстрые ребята в атаке, и это Криптонит для нашей линии обороны, составленный из Макеева и трех сосен вокруг. А еще же есть, оказывается, и Оренбург, который в этот быстрый комбинационный футбол играет чуть ли не лучше Краснодара. Надеюсь, я нагнал достаточно саспенса, чтобы вы поняли, почему именно я так опасался игры с Оренбургом. Давайте лучше теперь про Локомотив. На неделе нам показали несколько коротких зарисовок с тренировок и один чуть более полный видос, из которого мы узнали несколько важных вещей. Со знаком минус по-прежнему отсутствуют Конти и Кузьмичев, так что линия обороны на Оренбург снова была Макеев-Погоснов. А еще внезапно на видео вообще не оказалось Рефата Жамалединова, и это очень важная потеря для нашей команды. Да, матч с Зенитом ему, наверное, не очень удался, но плохой игрой нельзя объяснить отсутствие на тренировках. Видимо, это какое-то повреждение. Но есть и вещи со знаком плюс, например, возвращение в общую группу Фасона и Исидора. Фасона я ждал еще в середине февраля. Восстановление по итогу заняло аж 8,5 месяцев. Это сильно больше стандартного для травмы крестообразной связки, но надеюсь, что уже в ближайшее время он будет готов. А что там с Исидором, мы вообще не знаем. Там какая-то волшебная травма, которая то ли есть, то ли придумана французскими врачами, но для восстановления после этой травмы Исидору понадобилось больше полутора месяцев. В любом случае, очень приятно видеть их обоих на поле в общей группе, где они там играют в квадраты, делают передачи и, как обычно, демонстрируют достаточно высокий уровень. В концовке сезона они нам очень сильно помогут. Исидор, кстати, уже попал в запас на матч с Оренбургом, а Фасона, наверное, я жду к игре с ЦСКА. А все-таки синтетическое поле Оренбурга – это не то, куда должен выходить игрок после травмы крестообразной связки. В итоге в заявке на Оренбург оказался еще один неприятный сюрприз. Это приболевший Сергей Пеняев. Видео перед игрой он был и занимался без каких-либо ограничений, а вот в сам Оренбург он не прилетел. И это, ну, по крайней мере, казалось, очень большая потеря для локомотива. Казалось, потому что при всей своей эффектности, скорости, дриблинге, задорности, эффективности от Пеняева получается пока, ну, не очень много. Гол Ахмату – вау! А вот дальше куча моментов и нулевой выхлоп. Понятно, что все это придет со временем. Пеняев очень талантливый. Но очки-то нам хочется зарабатывать здесь и сейчас, а не когда-нибудь в перспективе, когда Пеняев вырастет. Галактионов предложил неожиданное решение. Вместо Сергея Пеняева место на левом фланге атаки занял Марио Митай. До этого наш албанский защитник очень здорово дебютировал в стартовом составе матча РПЛ в игре с Нижним Новгородом и продемонстрировал очень классную технику владения мечом и умение отдать хорошую передачу, причем в одно касание. Да, Митай не такой взрывной и скоростной, как Пеняев, но накрутить пару игроков и отдать передачу он может. Конечно, будь здоров Исидор, это место было бы его, но своими шансами Митай пользуется сполна. Помните, как в конце прошлого года он шикарно отыграл вообще правым защитником в матчах с паре НН и Коснодаром на кубок? Я очень удивлен, что такой классный ресурс, который у нас есть, мы использовали так редко по ходу сезона. У Митая есть абсолютно все, чтобы вырасти в действительно классного футболиста европейского уровня. Ему всего 19 лет, и он уже настолько по-хорошему самоуверен. В европейском футболе это очень-очень ценится. В остальном, зная про отсутствие Рефата и Конти, сюрпризов не было. Нинаков выиграл конкуренцию на правом фланге. Технезян основной слева, Макеев и Погостнов в центре. Над ними Карпука с Бариновым и дальше атакующая четверка. Метай, Камано, Глушенков и Дзюба, который вообще-то нападающий, но играет на самом деле, наверное, даже чуть-чуть пониже, чем Глушенков, потому что часто получает выносы из глубины и дальше уже начинают какие-то вот атаки. В этом матче он вообще не играл как классический форвард и старался разводить мяч и снабжать им партнеров за весь матч, а заменили Дзюбу только на 91-й минуте. Артем не ударил поворотом вообще ни разу, но лично на мой вкус стал самым полезным игроком матча. Не самым ярким, потому что был Глушенков и его феноменальный дальний удар. Не самым эффективным, потому что невероятный просто для себя уровня 2023 года, матч выдал Франсуа Камано. Но Дзюба был самый полезный. Три голевых передачи и еще парочка передач, которая вполне могла заканчиваться голами. Например, когда Каманов выходил один на один и заработал пенальти. В целом можно же было забить и не получая этот самый пенальти. В общем, это именно то, за что мне всегда так нравился Дзюба. Я же не очень люблю вот этих вот больших форвардов, которые стоят в штрафной, им в голову навешивают и от них отскакивает ворота. Но Артем Дзюба, он не только это умеет, он еще на невероятно крутом уровне понимает игру и с удовольствием награждает мячом с партнеров. Поэтому за последние 10 лет именно Артем Дзюба лидер российской премьер-лиги по количеству голевых передач. Так просто и вот само собой, да, ты 60 голевых передач не отдашь. Вообще, матч с Оренбургом был очень похож на матч с Нижним Новгородом. И обе эти игры можно в целом обрисовать как эдакий боксерский поединок легковеса с тяжеловесом. Легковес, в данном случае Оренбург, наносит такие тычки один за другим. А тяжеловес бьет редко, но каждым ударом отправляет своего соперника в нокдаун. Оренбург мог забить уже на второй минуте, а затем еще и еще и еще были подходы. Один гол у Марина отменили, в другом великолепно сыграл Лантрата, в третьем просто не попали поворотом. И так далее. Моменты вроде опасные, а голами не заканчивались. До последней добавленной минуты к первому тайму там уж идеальнейший просто штрафной удался Воробьеву. При этом, как только начался второй тайм, стало понятно, что Локомотив держит все под контролем. К этому времени счет был 3-1. Но не было совершенно никакого ощущения, что Оренбург вот забил свой гол в концовке первого тайма. И сейчас как побежит в атаку, забьет второй, а может потом третий. Нет. Во втором тайме Локомотив сделал рокировку на левом фланге. Марио Митая, который играл в атаке, опустили в оборону. А Технезиана, который играл в обороне, подняли в атаку. Именно с левого фланга у Оренбурга шло основное направление атак. Возможно, еще помог холодный душ в виде вот этого самого гола в раздевалку. Но с первых же минут Локомотив прижал Оренбург во втором тайме и начал создавать моменты один за другим. Там были удары опасные по воротам. Затем был этот заработанный Камано пенальти, который Глушенков сначала забил. Но Казарцев почему-то отменил, видимо. Тот же самый Камано раньше времени вбежал в штрафную. Хотя, ну, как мог Камано помешать или наоборот помочь Глушенкову забить, я вообще не понимаю. Но сказали перебить, Глушенков попал в штангу. И даже это не расстроило Локомотив. В следующий же момент Камано уже просто вколачивает мяч чуть ли не из вратарской. Короче, ну вот Локомотив захотел забить и забил. После того, как Локомотив восстановил разницу в три мяча, как будто снова успокоились и стали играть на контратаках. В одной из них мог забивать даже Артем Карпукас. Но это все-таки не его дело и техника подвела. А рывок у Карпукаса отнял очень-очень много сил. И здесь, хоть я и отдаю должное тренерскому штабу за подготовку к игре, за хороший разбор соперника, у меня есть довольно большие претензии к Галактионову. Четвертый гол Камано забил на 55-й минуте. Спустя, ну, наверное, 10 минут стало окончательно понятно, что у Оренбурга нет возможности эту игру каким-либо образом спасти и перевернуть. Так зачем после 65-й, 70-й или 75-й минуты, если уж так хотелось перестраховаться, на поле, например, оставался Карпукас с тремя желтыми карточками? Вот зачем этот излишний риск? Я этого не понимал, например, в игре с Нижним Новгородом. Там у нас было 3-0 и Карпукас отыграл весь матч. И там тоже был момент, когда Карпукас на чужой половине поля полетел в стык, и какой-нибудь судья построже мог взять ему показать желтую карточку. И он бы пропустил игру с Зенитом. Вот и то же самое я не понимал и в матче с Оренбургом. И здесь уже он без Горчишника не обошелся. Это был совсем не грубый момент, это не был какой-то срыв атаки или какой-то опаснейший подкат. Да, ну просто подкатился в центре поля. Но судья может показать желтую карточку вообще за что угодно. И ты не можешь ее никак оспорить, ты не можешь ее никак отменить. Это от тебя вообще никак не зависит. Это не зависит даже от Артема Карпукаса. Мы могли бы играть с ЦСКА с Артемом Карпукасом. Теперь мы будем играть с ЦСКА без него. И я могу вам сказать, что матчи, которые мы играли без Карпукаса, в этом сезоне для Локомотива оканчивались довольно плачевно. Если бы Карпукас не получил эту желтую карточку, допустим, его бы заменили на 75-й минуте, мы могли бы с ЦСКА выпустить его в составе. Он бы там получил свой Горчишник и пропустил бы игру с Химками. И согласитесь, играть с Химками это не то же самое, что играть с ЦСКА. Да, я бы все-таки, наверное, выбрал подмосковную команду, если уж выбирать, какой матч проводить без нашего центрального полузащитника. Я не очень понимаю, зачем Дзюба, который доиграл аж до 91-й минуты, вообще оставался на поле. Потому что где-то с 70-й он просто стоял где-то вот в одной-двух точках на поле, принимал вот эти вот дальние выносы и уже пытался отдать одной передаче и вскрыть всю оборону. Да, он уже не бегал, он уже как-то не боролся, не тащил мяч вперед, хотя у него это было. Вот, например, в моменте со вторым голом, он же принял мяч на фланге, развернулся, проточил мяч вперед, отдал передачу на Митая, по-моему. После 70-й минуты Дзюба вообще не был хоть сколько-нибудь эффективен, но оставался на поле и 20 минут просто простоял. Зачем? Мы к этому моменту матч уже выиграли. Почему не дать время Ракову, почему не дать время Щетинину в уже сделанной игре? Я лично не понимаю. Да я, в принципе, вообще любую замену понял, даже если бы он там не нахиво снял, выпустил Смольникова. Да, всем нужно игровое время, чтобы они чувствовали себя как часть команды. Все это понимаю, но первая замена в матче, который, напомню, на 55-й минуте уже был счет 4-1, была сделана на 81-й минуте, вышел Антон Миранчук. Вторую сделали на 87-й, еще две на 91-й. То есть мы даже 5 замен не использовали, то есть мы могли еще кого-то выпустить, но не выпустили в матче 4-1. Я не могу этого объяснить, и я этого не понимаю. И это не какая-то, знаете, претензия, что вот мы чуть из-за этого матч не проиграли. Нет, это вообще про другое. Тут в этой игре все было сделано нормально, но для того, чтобы выигрывать чемпионаты, нужно думать стратегически, держать в голове не только вот сегодняшнюю игру, но и то, что у тебя будет завтра, послезавтра и на следующей неделе. Такое ощущение, что горизонт планирования в локомотиве – это вот минут 10. И так мы за чемпионство не поборемся. Мы же хотим бороться за чемпионство, правильно? Теперь мы сами себе привезли вал проблем с ЦСКА. Там Баррес с переломом пальца, уставшие после синтетики футболисты, а синтетика всегда отбирает гораздо больше сил. Дисквалифицированный корпукас, в конце концов. Я просто не понимаю, зачем. И на пресс-конференции Галактенова об этом даже не спросили. Я бы обязательно спросил. Я очень хочу узнать ответ на этот вопрос. Потому что, может быть, он есть. Может быть, я просто чего-то не понимаю. Может быть, у Галактенова есть какие-то соображения, зачем нужен был там корпукас до 88-й минуты на поле при счете 4-1. Но вот я для себя ответ на этот вопрос не нахожу. Лучшего игрока матча получил Максим Глушенков. Два гола в первом тайме, среди которых шедевр дальним ударом. Это, ну, абсолютно заслуженно. По статистике Хускорда и там других статистических сервисов лучший игрок был Франсуак Камано. Он и забил, и голевую отдал, и пенальти заработал. Вот какой молодец. Правда, это все сопровождалось большим количеством потерь. Только за первые 12 минут мы, по-моему, насчитали штук 5 этих самых потерь на трансляции. И, ну, потом стало получше. Но вообще, на самом деле, там и рядом со штрафной Камано мяч терял. И это было, ну, довольно опасно для наших ворот. Но, тем не менее, да, это можно сказать, что первый матч, в котором наш правый полузащитник, Акамано играл именно с правого края, он сыграл здорово, да. То есть он был лучшим игроком матча по Хускорду. Там 8,5, по-моему, оценка, или 8,6, может быть, даже больше, который получил наш игрок правого края. Обычно он, игрок правого края, получает там где-то 6,0. Ну, а мои оценки футболистам на эту игру такие. Если хотите подробностей, почему тому или иному игроку я поставил вот именно такую оценку, то подписывайтесь на Boosty. Там я всегда расписываю все плюсы и минусы конкретного игрока, которые я подметил в конкретном матче. Да, просто можно вот по каждому матчу пройтись и посмотреть, сравнить свои впечатления с моими. В комментариях есть ссылка на общую табличку, где конкретно по каждому матчу я эти оценочки расставлял, и там выведена средняя, она у вас тоже на экране сейчас есть. Если с чем-то не согласны, а я уверен, что вы со многим не согласны, обязательно пишите в комментариях, мы это обсудим и сверим ваши какие-то аргументы и мои аргументы. Ну и, как обещал, буквально пара слов про годовой финансовый отчет, который выпустил клуб. Он традиционный, он проверяется в РЖД, поэтому цифрам можем более-менее доверять. Естественно, гораздо более подробно и гораздо более экспертно этот годовой отчет уже оценил Алексей Киричек, как человек, который работал долгое время в локомотиве. Он с этими годовыми отчетами часто имел дело и может понять, на какую цифру стоит обращать внимание, на какую не стоит. Да, обязательно почитайте, если вам эта тема вообще интересна. Но основная же идея в этом отчете, она заключается, вот лично на мой взгляд, в том, что локомотив в два раза сократил зарплатную ведомость и закрыл свои долги, которые так сильно пугали журналистов. Зарплата игроков локомотива сократилась на 2,6 миллиарда рублей, то есть 2 миллиарда и 600 миллионов рублей. Это примерно 30 миллионов евро в год по нынешнему огромному курсу. А по тому курсу, который был в середине прошлого года, то это аж 40 миллионов евро. То есть вы понимаете, да, вот эти немцы, которые разворовали локомотив, потратили там 40-50 миллионов евро, господи. Они потратили 40-50 миллионов евро и сократили только на зарплате 40 миллионов евро или 30 по нынешнему курсу. Три четверти, да, это все равно много. И в следующем году эти 30 миллионов также будут уже сэкономлены. И дальше, и дальше мы наконец-то вышли на сумму, которая не так сильно пугает. То есть когда мы там из 5,4 миллиарда рублей, которые нам дает РЖД, соответственно 5,4 миллиарда отдаем на зарплаты, это не очень хорошо. Это значит, что нам обязательно нужен приток денег из там Лиги Чемпионов. Сейчас же мы абсолютно спокойно покрываем все расходы клуба из денег, которые дает РЖД, из того, что мы сами зарабатываем, и это очень и очень здорово. И именно на это, именно на это я об этом всегда говорил, и мы с вами это много раз считали, именно на это была и нацелена вот эта вот самая революция немецкая, которая в нашем клубе произошла. Потому что у нас было огромное количество 30-летних футболистов, которые получали по 3 миллиона, по 2,5 миллиона евро, и клуб просто не мог это тянуть, не мог себе позволить там покупать других футболистов. И сейчас клуб гораздо более здоров, чем вот когда-либо за там с 2014 года, потому что в клубе очень много молодых футболистов, там наш костяк, за исключением, наверное, Артема Дзюба, все футболисты это 28 лет и моложе, они могут еще там 5, 6, там 10 лет играть за локомотив без там потери в качестве. У локомотива очень низкие зарплаты, у локомотива теперь не осталось долгов. Это тоже отдельная тема, потому что помните, как в прошлом году журналисты бегали, суетились и говорили о том, что локомотив практически банкрот, потому что посмотрите по цифрам, там 3 миллиарда долга, и вообще непонятно, как локомотив будет это отдавать. Киричек объясняет, как локомотив отдал эти долги. Пришел РЖД и просто отдал 3 миллиарда рублей клубу на то, чтобы он эти долги оплатил. И именно про это я и говорил в прошлом году, типа, чего вы волнуетесь, у нас есть РЖД. РЖД, у которого там выручка в триллионах рублей исчисляется. Но, конечно, он не будет допускать того, что его дочка вдруг как-то обанкротится из-за того, что не хватило 3 миллиардов рублей. И это происходит с нашим клубом ни первое, ни второе, я думаю, что не последний раз. Пришли, погрозили пальчиком, сняли руководство, назначили новое, выделили денег. Все, начинаем сначала. И я надеюсь, что это новое начало, оно будет таким же успешным, как вот в 2017-2018 году, когда мы начинали сначала, после Ольги Смороцкой. Теперь остается только доказывать на футбольном поле, что вот эти вот молодые футболисты, они действительно умеют играть, они действительно умеют забивать голы. Ну и матч с Оренбургом, честно, ну кайф, кайф же смотреть на такой футбол. И огромная благодарность самому Оренбургу за то, что они позволяют играть в футбол. И на их игру приятно смотреть всегда, и на игру их соперников приятно смотреть, потому что это обоюдные атаки, туда-сюда мяч катится, и ты забьешь, тебе забьют. В общем, красивый футбол, красивые голы были забиты. И если честно, то вот по этой весне очень много положительных эмоций я ловлю. Но вообще, если так подумать, то и каждую последнюю весну, и прошлую, и позапрошлую, и позапозапрошлую, именно от весенней части чемпионата всегда почему-то ловится кайф. По осени обычно грустим, по весне обычно радуемся. Ну, дай бог, и остаток чемпионата также пройдет. Все, на этом заканчиваю. Подписывайтесь, лайки ставьте, и рассказывайте, как вам этот формат. Мне кажется, что так будет гораздо более интересно, чем встречаться по пятнице. Пока!